если вы не успели загадать желание в новогоднюю ночь под бой курантов не расстраивайтесь для того чтобы ваша мечта осуществилась вы можете воспользоваться техникой аскезы о том что это такое поговорим прямо сейчас у нас в гостях психолог на или берарова доброе утро доброе утро ирина здравствуйте кирилл доброе утро на или на или расскажите пожалуйста всем нашим телезрителям тем кто не знает что такое аскеза что сейчас означает это очень модное слово аскеза это какие-то ограничения внешние которые мы соблюдаем для того чтобы трансформироваться изнутри то есть это какие-то действия и либо совокупность действий которые нас приводят к определенному желанному результату какие аскезы бывают условно как можно разделить бывают на физическом уровне то есть это что-то связано с нашим телесным фактором бывают аскеза речевые когда я гармонизирую свою речь либо ставлю себе программу на изменение каких-то речевых аспектов ну и конечно ментальная аскеза связанная с от нашей умственной деятельностью туда же наверное мы включим и эмоциональный чувственный интеллект давайте обо всем по порядку что такое телесная аскеза что к ней относится телесная аскеза это какие-то ограничения связанные с нашей физической деятельностью например ограничение в еде когда мы поедаем слишком много сладкого либо гипертрофированно любим солененькое или остренькое и в этом мы себя ограничиваем также это физические нагрузки возможно пробуждение по утрам многие в пять утра в шесть утра некоторые в четыре утра просыпаются ну также мы можем включить какие-то полезные привычки и навыки которые нас также трансформируют и учат жить по-новому и видеть новые краски ну и конечно отказ от вредных привычек от наших зависимостей созависимости и так следующая аскеза которую вы упомянули это аскеза словесная что здесь имеется ввиду ну во первых люди которые любят не цензурные выражения и не очень цивильно выражаться им очень важно сохранять эти слова внутри себя и сдерживаться это во первых также придерживаться правдивых суждений и высказываний постараться не осуждать не критиковать не делать замечания ну и конечно не повышать тембр голоса тон голоса то есть следить за своей интонацией не кричать и так следующая аскеза которые вы уже упомянули это ментальная или душевная или внутренняя аскеза что здесь вы имеете ввиду здесь во первых у нас очень важно заниматься самообразованием саморазвитием и учить себя мыслить по-новому также работа со своим эмоциональным интеллектом который нас сдерживает от раздутого эго от раздутой гордыни и когда мы на некоторых людей смотрим с чувством превосходства и свысока сюда же можно включить уважительное отношение людям когда у каждого равная степень важности ну и конечно прощение покаяния благодарность это то что идет из недр нашей души ну и сколько должна длиться подобная аскеза человек выбирает себе сам насколько сильно у него есть какое-то противостояние где он ну оплошал где он провинился где у него есть вот этот барьер который он должен преодолеть если препятствия не досягаемые непереступаемые то наверное нужно взять побольше дней в основном это такие волшебные цифры 3 дня 7 дней 9 дней 21 день 40 дней и наконец 90 дней зависит от степени внутренней тяжести а должен ли быть у меня какой-то ну не знаю там куратор потому что я же сам себе ставлю цель а откуда я знаю что я все делаю правильно по своей сути аскеза это собственная работа самим собой внутренне поэтому и приглядывает и тоже должен сам за собой в идеале но если не получается конечно есть такие наставники как психотерапевты психоаналитики на или а что делать если человек не справился с аскезой ну например не выдержал месяц до сорвался ему надо как-то сильно переживать по этому поводу как-то нужно начинать сначала или как вот преодолеть вот это то с чем человек не справился очень важная тема самое главное разрешить себе мы каждый имеем право на ошибку и прислушаться к своим ощущениям достаточно ли это для меня либо это было принудительно как я сейчас себя чувствую если внутри я ощущаю что в принципе того пути который я уже прошла абсолютно достаточно то есть это было по необходимости и по нужде и сейчас уже дальше преодолевать этот путь для меня нет смысла но если есть внутреннее ощущение недоделанности данной работы если человек понимает что его действия не привели к результату желанному то конечно нужно повторить и начать отчет заново на или спасибо вам большое за интересный разговор и за такие полезные советы для всех наших телезрителей вам спасибо ирина кирилл дорогие телезрители а мы не устаем вам повторять единственный способ защитить свою жизнь под ковид-19 это вакцинация сделайте прививку с вами была программа доктор и смотрите нас по будням на канале этого центра и не болейте информацию нашей программе ищите в социальных сетях увидимся вакцинация а Продолжение следует...